Сегодня открыт процесс СССР против руководства парламента, в частности председателя парламента, который летом выдал разрешение лидерам СССР посещать осенне-зимнюю сессию парламента, но после двух посещений и наших заявлений о том, что делают депутаты, каким законотворством они занимаются и что это направлено против интересов государства и народа, которые воспользовались формальной какой-то причиной и отменили нам право доступа на заседание парламента. Я сегодня пришел на заседание парламента один, без адвокатов, умышленно, для того, чтобы общественность могла для себя выяснить, как один человек без адвокатов может защитить свои гражданские права и свое право быть на публичных заседаниях парламента, чтобы знать, что избранники народа делают в интересах государства, в интересах граждан. И этот процесс будет показательным, потому что он покажет, есть в нашей стране возможность простого гражданина, без средств, без взяток, без адвокатов, защитить свои гражданские права. Европейская конвенция по правам человека защищает права, Конституция дает право нашим гражданам посещать заседание парламента, Регламент парламента обязывает предоставить возможность заинтересованным лицам посещать заседание парламента. И никаких нарушений мной как лидерам партии, и тем более еще трем руководителям партий, которые вообще никогда не посещали заседание парламента, не было нарушено. Закон и статья 10 регламента, 100 регламента парламента говорит о том, что если в рамках заседания, то есть когда идут дебаты в парламентах, кто-либо нарушает общественный порядок, его могут выдворить с этого заседания, но не отменить вообще пропуск. В моем случае я не нарушал общественный порядок, в моем случае я сделал декларацию в поле парламента по своей гражданской политической позиции, по тем процессам, которые идут в стране. И как акт возмездия я был лишен возможности посещать заседание парламента, чтобы потом не доносил сведению гражданам о том, чем занимаются наши депутаты. Мы говорим о том, что закон о нашей стороне, конституция, регламент парламента и наши гражданские права, это все нам позволяет говорить о том, что решение суда должно быть в нашу пользу, пропуск должен быть восстановлен, и мы должны восстановить свои права на посещение парламента. Однако, если не будет оказано давление, решение будет в нашу пользу, если будет оказано судебную инстанцию давление, значит, естественно, нам запретят. И прецедент, что нам запретят посещать парламент, говорит о полной узурпации власти в стране тремя партиями и о поправлении гражданских прав в Молдове.